Так, продолжаем равнины Анары, на чём мы тут остановились. Эти вот локации утром довольно красиво, я так гляжу. И здесь у нас зол трос, что ты хочешь сказать? Похоже, другие отправились в экспозицию лишь для того, чтобы прохлаждаться в далёких землях. Размотительно, уж я заставлю этот лагерь шевелиться. Что-нибудь чё-то... о, ещё кто-то говорит. Э, как ослах. А, с этой перестраил, нет, чё-то горит. Чё, есть кто-нибудь тут? Ммм, учителя ювелирного тела, товары для ювелиров, мне интересно. Вот ты кто? Нет? Полохворёк? Нет, где веселье? Где же весь задор, а некого убить неё, вот позор. О, с фонариком идёт. Хе-хе, до нём с фонариком ходишь. Так, где-то ещё тут есть дракон. Однажды я тащу здесь маленький островок и построю там дом. Честер. Всего хорошего. Всего хорошего. Так, ладно, давайте брать песню. Луточки там плавают. С чем мы вообще сюда пришли, очень помню, победительный дозор? Мы слишком долго прятались. Луна обретёт на драконьих островах великие знания. Что мы будем с ними делать? Другой вопрос. Бибельный дозор. Луна осветит твои пусы. Должно быть это древний артефакт огромной ценности. Нам понадобится время, чтобы его изучить. Мы выстрелили. Я уже даже не помню, что там за артефакт был. Что он сюда отправил? А, руины Нелтазана. Другой не экспедиции, нужна твоя помощь. Недавно в руины отправили небесного начертателя, чтобы собрал для нас сведения. Предполагалось, что руины необитаемы, но я даже отсюда слышу, как он вопит. Похоже, дела у него совсем плохи. А раз корреки доносятся с такого расстояния, участники экспедиции должны заботиться о товарищах, даже о самых назойливых. Найди его и защитить от напасти. А поспешим, Арнеса, возможно, небесные начертатели в беде. Лимантастрани... Астрантис... В общем, много нужно съел. Тут еще Хардсон есть. Ну, Хардсон я, по-моему, здесь уже поставил себе. Так, ну, вроде, больше тут ничего интересного, дракончик какой-то. Драктир... Я бы сделала все острова вместе с Малифроном, а мы подружились еще в гнезде, а мы с ним неразлучны. Были неразлучны, я надеюсь, что бы то ни стало. Как-то очень много в этой локации чуваки, которые кого-то потеряли. Уже, по-моему, четвертый где-то NPC, говорит. Нифига, тут Арфа. Блин, красивая. А нам такую можно? Чисто по приколу так. Так, ладно, что, куда нас отправили? А, сюда? На руины? Да, можем туда. Давайте полетим туда. Блин, мне не нравится, на самом деле, лететь, потому что иногда пропускаешь какие-нибудь эти штучки на пути. Может быть, конечно, их и не расставляли, из-за того, что здесь полеты, каких штучек. Там внизу птихостук. Ну, мало ли. Дурку расставили. Птички летают. Детеныш и лисы? Что? Лисы Вильярды. Окей. Я читаю, что детеныш лисы, и там летающая штука такая... В смысле, лисы летают внезапно, так? Не думай, будто знаешь, что я хочу сделать. Еще один раз меня поправишь, и в тебе все страницы повыдергиваю. Чудесный филиант. С книгой разговариваю. В этих руинах сосредоточена древняя магия, надо их исследовать. Естественно, я кричу, книга меня не слушается. Как еще мне до нее достучаться? Рабочий инструмент. А какая удача. Я как раз подумал на ней отискать для приключений. Сильного, крепкого, согласного на любую работу, запустяковую воплату. Я пожелал... И вот ты стоишь передо мной. Ну не чудо ли? Я просто сам себя удивляю. У нас в этих руинах появились конкуренты. На них нельзя положиться. Они наверняка напутают что-нибудь с раскопками и загубят образцы. Держи этот инструмент. Направь его на артефакты, которые встречаются в этих руинах. Он зачарован на выполнение любых необходимых процедур. Примените зачарованные инструменты. Да укроет тебя ночь. Запрос реликвария. Здесь объявлялось расколотое пламя. Раскололи один раз, расколоют и в другой. Расколют. Разве можно при таком названии доверять им бесценные артефакты? Очень сомневаюсь. Как бы там ни было, мы не сможем продолжить работу, пока не выясним, что они ищут. Разознай, что сможешь, и доложи мне. У этой головоломки больше кусочков, чем тут в земле зарыто. Заберите 60 фрагментов. Время нынче трудное. Будь начеку. Будь начеку. Конечно, караваны все-таки расписаны. Так, дракончики, да? Каратель расколотого пламени. Это нам убить? Блин. Тур, уйди. Великий рогоплав тоже уйти. А что они все вылезли? Я их же скрывал до этого. Да, в основном лесу. Это что? Тут этот квест. Тоже пока есть уйди. И тут мне надо скрип уйди. Да. Все, чтобы не мешались. Так, у нас разместите инструменты и фрагменты артефакта. Это вы этих чуваков забрать. Копайте, копайте. Мы найдем его любой ценой. Кого его? Кого они тут еще? Не отказался? Я намечился в размерах. На это не отказалось. О, пять штук. Нормально. Террасек работник. Они и террасеков подчинили себе. Ну, террасекам, кстати, они же могут под землей копаться, нет? Мы их как бы встречали в запретном крае. И там они под землей могли прокапываться. Кажется, в этом плане террасеки очень агрессивный лесокрыл. Если чифка нас фотографирует всяких птичек, не знаю, вот это можно бы побить. Я пока что только одну такую птичку нашел. Так, ну тут с каждого по пять падает. Я не понимаю, где мне инструменты размещать. А, вон там, походу, да. Все, нашел. Вренди, в этой стороне. О, тут еще драктиры есть. А драктиры... Ну, кстати, да, я помню, в предыдущей локе тоже были агрессивные драктиры. Которые были не на нашей стороне. А это, кстати, может быть, драктиры того чувака, который... А, из какого он там верно был? Черная чешуя, что ли? Вон, кстати, белки эти. Хотя рвано рвение, а вот есть такая белка у этих драктиров? Так, чё он такой живучий? Слышь. Драктиры агрессивные, я помню, были... Вот здесь вот, прям много. Но у нас квестов там никаких не было. Интересная кирка. Так, а здесь еще вижу тоже. Можно кумирить их, нет? Держите, маму, ешечку небольшую. Чё будем прибежать? А, как их смыл просто. А что их? Кем я их смыл? Копи-бастионы? А ничего. Почему я горю? Блин, реально, это похода какие-то дебафы локаций или наоборот бафы. Либо это у меня талантик какой-то выбрал. Так. Наверное, не хочу на этого чувака нападать. Их вроде не падает. Я думаю, с них будет, например, побольше падать, чем с обычных террасеков. Нужны для места штуки, но нет. Вроде падает с их одинаково. Надо дать приоритете инструменты искать. Вон, еще один вижу. Займер. Хотя, вот с этого четыре выпало. Но, по-моему, там, с этого даже шесть там выпало. То есть, даже больше. Так, ну, то-то там уже... Там сюда идет. Она зовет меня. А что они тут раскапывают? Что им надо? Что от этого ищет? Интересно. Горать или расколотил пламени. Звучит незнакомо. Один. Все, да, это что-то собрали. Еще где-то одного надо. Инструменты применить. О, вижу. А, это, кстати, я, получается, пропустил то, что в самом начале было. Все. А, чел, не иди ко мне. Положим. Так, и не можно сдать. Черный локус шепчет. Вдеми лите и повинуйтесь. Что такое черный локус? А? А что раз, Даниил? Может, сейчас мы успеем все собрать. Но здесь это не последнее. Значит, будет предложение. Эти руины и так уже в руинах. Руины и руины. А, они все еще что-то и ищут? Тогда зачем мне этот мусор? Надо добраться до цели раньше них. А компания конкурентов. О, перебив работников, мы ничего не добьемся. Найди командиров. Один из них должен знать, что нам нужно. И еще, варняйся. На этот раз, выслушай их до того, как убивать. Они могут рассказать что-нибудь интересное. Время нынче. Ладно, буду играть помедленнее. Такое поведение им не свойственно. Надо глянуть поближе. Встретимся на руинах, я подыщу безопасное место. Так, найдите подсказку. Четыре. И где-то все эти подсказки там находятся. Так, мне отсюда туда попадать? А, ну, наверное, по лестнице надо подниматься. Давайте вот так вот. Пролетим немного. Ой, я немного лишнее пролетел. А, кто-то саграл? Падаем на того. Саграл? О, там подсказка, ящик с припасами расколотого плана. А это сундук или подсказка? Придите. Упрощение, что это на самом деле сундучку с лутом. С другой стороны, это, скорее всего, подсказка. Потому что карта идет прямо сюда. Давайте осторожнее сагрить. Поблить. Ладно, блин. Даже не близко. Опять я горю. Я не с кучей урона этим горением. Ну, блин, нет никаких этих детей, а если то, что я надамажу. А, да, это обычный перепас. Куда они изолтались? Просто восемь припасов, да? Ладно. Так, ты... Да, ты гвистовый. А, что говоришь? Первый раз ссор, покровительница. Я слышу темный шепот из глубины. Не могу противиться. Ну, блин, все темные шепоты это древние блоки. Что, они уже сюда добрались? Пиленый чудотан. Донейшийся росток. Ну, я нет, я набиваю, но он вроде больше ничего не говорит. Да, вроде больше ничего не говорит. Карта руин Нелтазана. Почему он автоматически не золотал? Ну, ладно, я не против. А на этой карте руины поделены на несколько областей, по эпохам, к которым они относятся. На полях грубо нацарапан символ разрушителя. Он же именно виталий? А, нифига! То есть, если сразу подобрать предмет, то не можешь прочитать его. О, он, черный локус, мне тоже он шепчет. Я повелеваю вами. Кто такой черный локус? Может, древний бог кого-нибудь маскируется? Ну, все древние боги уже убиты. Так, это обычный сундук? Ой, это был, да? Блин, слушайте, надо подбирать, походу, пустовые предметы через этот. Короче, не автоматически лутать, раз там есть какие-то надписи. Я об этом, кстати, не знал. Я думаю, что если какая-то надпись есть, то это сразу в инвентарь будет падать, а не засчитываться так вот. Что-то, ну нету этой штуки в инвентаре. Так, ты следующий. Саркарет освободил меня от влияния хранителя земли. Мы расследуем его злодеяния. Хранитель земли это же Нелторион, а? Локус Нелториона. Я слышу его голос воистину. Она разрушитель? Ага. Что это Локус? Может, Локус это не имя... А, ну, кстати, черный Локус, Локус не с большой буквы. Это еще один человек, который притворяется Нелторионом. Так, мы этого убиваем. Приказы Саркарета. Аспекты причастны к преступлениям разрушителя. Ищите доказательства того, что они стремятся нами управлять. Не молчите. Варитесь. Дракомандир Саркарет. 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 У таких вроде не... А как? Помните? Я еще говорил то, что надо запомнить, как зовут чувака, который... Из этих... Ну, короче, в цепочке трактиров был, который... Там еще сказали то, что мы его встретим как врага. Это не он случайно был? Саркарет. Как же его звали? Я, кстати, могу глянуть по-быстрому. Его гля... Взя... Ой, блин. Звали? Блин, как же удобно иметь записи и того, что ты уже прошел. Да, это реально тот самый чувак. Дракомандир черной чешуи Саркарет. Это он. И он, видимо, здесь что-то ищет. Но кто-то шепчет. Еще какой-то локус есть. Вот черный локус. Это я не понимаю, что такое. Так, что у нас тут? Какие-то яйца. Так, а где нужно ничего? Кто-то драконщик. Нет. Где-то и здесь, и здесь есть. Так, ну здесь я так понимаю, в этой штуке. Да, да, да. Что-нибудь скажет? А, не слушайте зов локуса-разрушителя. Он хочет поработить вас. Как и все аспекты. Этот чувак, этот, к нему, против. Уплеспин непокорный. А магия Нелториона слишком сильна. Я не могла противиться. Ну ведь Нелторион мертв. Это кто-то притворяется Нелториона. Но у нас в предыдущей локации тоже был. Чувак, который создал этот секту Нелториона. А, нет, нет. Я не успел, вроде, подобрать. Расколотый орнамент. Расколотый расколотым пламенем. Это именно то, чего боялся Аденнидал? О. Короче, в предыдущей локе был чел, который, на самом деле, из Сумерочного Молта. Но притворялся то, что он из-за этого. Из-за Нелториона. И Нелторион мы уже, как мы знаем, что мертв. Где-то здесь все-таки есть кто-то. Ну а где и кто? А, у нас... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раздавил яйца. И оттуда сразу влазили. Ну как, конечно, влазили. Окей, тут мертвый чувак. Останки Кесказа. Перечень завербованных. А здесь описаны стратегии вербовки и указания по поиску артефакта в руинах Мелтазана. Мелтазана, это вот эти руины, да. Стратегии вербовки. Так, ну я ничего не понял. Слишком много непонятной информации. Но какой-то раз нова, кстати, шепчет. Неповиновение окарается болью. Так, а где чувак, с которым надо встретиться? Куда-то сюда зашел, да? Саркаред освободил меня от влияния хранителя земли. А, небесный начертатель... А, это вот этот чел, теперь шепчет его в башню Варнеса. Нам надо много обсудить. А величие драконов ходят легенды, что за темная магия превратила их в таких жалких тварей. Компания конкурентов. И новости. А лишь однажды я видел подобную болезнь и надеялся, что больше не увижу. Что за болезнь? Так чел, давай объясняю, что про это проблема. Я не питаю любви к расколотому пламени, но даже я не могу спокойно смотреть, как они сами себя разрывают на куски. Слишком знакомая картина. Не знаю, что с этим локусом, но ему в любом случае будет надежнее у нас, а не в лапах расколотого пламени. Иди по следу из трупов, и наверняка на него наткнешься. Пожалуйста, будьте осторожнее, Варнецы. Я боюсь, мы скоро обнаружим, что это гнездо не такое уж заброшенное. Добудьте локус и победите протодракона, который его защищает. Пришло наше время! Черный локус и гипосикром. Ага. По какому следу из трупов вот этих, что ли? Ну да, тут. А кто это? А, это драктира. Заклинатель рун расколотого пламени. Она зовет меня, которая себя к работе кричит. Это не мне, наверное. Но вообще, у... Как это у чувака зовут? Ну я сам уже забыл его имя. Ну на С который, чувак. Саркарет, вот. У него тоже же были желтые драконы. Он сам был желтый. Возможно, его, чуваки. Ну почему они из расколотого пламени тогда? Вот, кстати, штука. Ну как-то никого нет, подозрительно, да? Яйцо протодракона. И черный локус. Ага. Вот эта штука. Да она все время шептала. Ну да, я сразу... А, это я наступил. Протодракон. Плетел. Че прилетел? Че надо? Конечно, сразу драться. Давай подберемся. Смотрим, кто кого. Писающий шкал. Главное, чтобы он мне не скинул. Давайте так станем. А вдруг он... У меня пинация. Что-то, если что, сзади у меня была... Это земля. О нет, пинация не будет. А лутик? Лутика не дали. Жадина. Ну-ка, раздавлю твои, ничего. Тут протодракончик убил. Че есть лута. Ой, это, кстати, же... Да, это эти, берега пробуждения. Берега пробуждения, конечно, супер красивая локация. Вообще не хотелось туда уходить, на самом деле. Это зеленый купол, кстати, в идее, да? Берега пробуждения. Да, зеленый купол. А там я, кстати, был. Там летает 4 щита, которые можно убить. Вокруг меча не летать, но когда их убиваешь, мечи начинают светиться, ничего не происходит. Не знаю, что с этим делать. А мы подобрали... Нет, инвентарь эта штука не появилась. Так, нам куда обратно? А, кто-то супер далеко. Если далеко, то давайте полетим. Это где мы изначально встречались с этим чуваком? А, нет, вообще прям изначально в эту локацию мы вернулись. Так, а кто у нас тут? По звездам присоединяйся ко мне, Вернеса. Я рад, что ты благополучно выбралась. Локус у тебя? Да. Черный локус. Словно туман на фоне ночного неба, мерцание этого самоцвета привлекает ваше внимание. Пожалуй, его надо оставить. За ночнорожденную помощь, Вернес, твоя помощь буквально спасла нас. Чего, блин, спасла? Черный локус. А как же сложно удержаться? Расколотое пламя было не готово к силе локуса. Но у меня он лег в ладонь, как в литой. Забавно. Арин Далла трясен главой. Нет-нет, не сегодня. Хватит, забери его. Это время не для меня. Прощай, дорогой друг. Что-то я ни хрена не понял. Действительно, черный локус. Телемантки Эрин Тарелли. Шаль драконьего археолога. А шипы на горле. А это для какого дракона? Для любого или вот для этой локации как-то работает? Нам, кстати, дракона этой локации еще не дали. Конечно, не дали, потому что я иду не по сюжету, а по бочкам. Никто его мне так и не даст. Хочешь мне что-то показать? И это нашлось в руинах Нелтазана? Невероятно. А знаки древние, но они похожи на другие артефакты, которые остались после злодеяний Смертокрыла. Надо изучить их получше. А, так сказать, может быть какая-нибудь штука, связанная с этим? Реально с Мертокрылом? Еще одно достижение. Так, сколько же всего Нелтарион оставил после себя? Я не верю, что мы больше никогда с этим не столкнемся. Когда придет время, мы должны быть готовы. У нас много работы. Короче, возможно, в дополнение катаклизма что-то об этом говорилось. Я вот в него не играл, поэтому не особо знаю. Так, есть мучок еще какой-то светится прямо рядышком. А, кто, блин, сразу фернул? Что? За что? Я даже ничего сделать не успел. Просто еще сундучок. Вот он. В траве завалялся. Так, и куда дальше? Ну, по-моему, все побочные крестоконченности. Что, по сюжету идти, что ли? Походу, да. Ну, пойдемте по сюжету, ладно. Не, Летит. А, Дракончик, как ты плохо летаешь. Ну, тут тяжело, то есть, взлетать. Надо много инерции тратить. Стоять. Это что такое? Не понял. А как ты тут оказался? Я же делал эту штуку. Он не давал других крестов. В смысле? Позову сердца. В зеркал небес есть небольшой пруд. Там я встретил Нормана, когда проходил обучение. Посвященные приходят туда, чтобы ощутить дуновение ветра и сблизиться с Анарой. Я в первый раз увидел другого в отражении воды, когда внезапный поток ветра заставил меня открыть глаза. Это место самое прекрасное на равнинах. Для доверительной беседы лучше не найдешь. А, знаете почему это, наверное, мне? Могите жрецу ветру и охотнику Норману менять с подарками. Рецепт. Праздничный пирог. Символ родства. Игрушка. Добавить игрушку в коллекцию. Бросить другу символ родства, который он может поймать. Последующий. Это может быть из-за того, что мы... Шли за Норманом. Он знает, куда идти. Потому что мы уровень известности его повысили. По-моему, был... Или нет? По-моему, третий был. Нет. Наверное, кстати, с экспедиции уровень известности повысили, а не с этими чуваками. Причем здесь... Да-да-да, вот плащи, теперь у нас закопанные сокровища. А при чем здесь такие кентавры? Почему это место? Я реально его пропустил как-то? Ладно. Как твои дела? Норман. Ты коррес вовремя, Варнес. Я получил согласие обеих семей. Как от этого требует традиция. Пора переходить к делу. Делико от Ира Кая есть пруд. Мы с Давой часто бывали там. Отправь его туда, я буду ждать. Дава уже направляется к пруду. Уже? Значит, я должен спешить. Приходи тоже, когда будет возможность. А, вы... Зову сердца? Блин, это далековато. Потому что я не хочу так далеко идти. Давайте по сюжету пойдем. Или все-таки слетать сюда. Потому что мне кажется, там сразу же цепочка кончится. Ну там, демали, неохота зайти туда с пределителем и все. Ладно, я не слетаю все-таки. Неохота на квесты забрасывать. У нас вот эти тоже остались заброшенными, как бы. Я предполагаю, что это на самом деле квесты, которые ведут на другие ванпосты. Где есть еще квесты? Потому что их я делать не хочу. Так, вот это сюда. Да? Блин, карты открыл. Ну ладно. Чуть дальше. Или символы. Или символы я пока не буду летать. Только чисто вот этот квест сделаем, и мы потом вернемся обратно. Это озеро. Где эти чуваки? Что, один сюда пришел, что ли? Э? А, вот. А, давай, я хочу кое-что спросить. Нормально, я попросил тебя прийти сюда, чтобы спросить. Заболкает, потом начинает смеяться, раздражается, раздражается смехом. Мы только что... Дара, хочешь быть и моим братом? Больше всего на свете. Ты мой брат. А ты мой брат. Все? Блин, я думаю, мы уже завершили эту спочку. Все, Варнес, мы с дамой никогда не забудем, что ты для нас делал. А, идем нормально. Нам много нужно обсудить. А, да, нужно все рассказать нашим фанам. Посмотрим. И ради этого я летел сюда? Ради трех строчек диалога? Какие-то камни здесь. Явно, блин, стоило того. Нехти бы репутации дали за эту штуку. Так, ну все, а дальше пойдем к сюжету точно. Давайте последний пролет, чтобы не было ничего больше квестов побочных. Вроде пока не видно. Давайте чуть дальше излетим. Гоночку мы тут все прошли уже ближайшие. Здесь у нас ничего нет. Еще одна гонка мы ее тоже прошли. Так, здесь еще арены есть, может быть, может быть, наверное, дарья или что-нибудь появилось. Я пропустил. Но вроде нет. Все. Дальше пойдем к сюжету. Это точно. Не, ну, конечно, здесь-то технически на стадии побочные касты есть, но, наверное, я буду делать, когда мы либо рядом будем находиться с этой зоной или когда уже сюжетку до конца дойдем. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok